Независимый Казахстан Активная и стремительная полная сил, идеи и желание воплощать их в действительность, а возможности реализовать себя им дают различные институты, такие как, например, Ассамблея народа Казахстана. Ее молодежное крыло сегодня объединяет десятки молодежных организаций по всей республике. На востоке Казахстана самый активный этноклуб «Бырлек» и объединение «Энтемак Содружества». Последние уже несколько лет возглавляет Вера Максимова. Театральный режиссер по образованию, она теперь художественный руководитель в Доме дружбы, Центре общественного согласия. Под ее началом деятельность объединения «Энтемак Содружества» обрела новые масштабы. Собрать тысячи студентов, школьников, провести любое мероприятие для этой сильной девушки не бывает невозможных задач. Мы активны в различных направлениях. Все мероприятия наши бесплатные, любой желающий может прийти, поучаствовать. Мы проводим очень много флешмобов различной направленности, привлекая тем самым внимание горожан и конкретно молодежи к нам, к Дому дружбы, к идеям Ассамблеи, направленным на укрепление мира и стабильности в регионе. Потому что чем больше мы знаем друг о друге, о своих соседях, о культуре тех людей, с которыми мы живем бок о бок, тем мы терпимее, тем мы толерантнее, потому что мы дружим, мы уже как одна семья. То, что важно для страны, важно и для нас, говорят лидеры молодежных объединений. Именно они в этот раз стали инициаторами проведения Войскаминогорских совета «Единство нации – основа стабильности». Здесь молодежь вместе с учеными и представителями этнокультурных объединений обсудила новые планы в свете озвученных президентом 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ. Не случайно в развитии Казахстана одной из важнейших задач отмечены идентичность и единство, говорят участники встречи. Реализация этого раздела целиком ложится на Ассамблею народа Казахстана, и мы не намерены оставаться в стороне, уверяют молодые активисты. Впрочем, в Доме дружбы, в Центре общественного согласия подтверждают, ни одно мероприятие не обходится без участия молодежи. Молодежь, которая работает в Доме дружбы, они не за деньги работают, они работают за идею, за то, что они хотят какую-то идею преподнести, какое-то мероприятие провести. И это все основывается на идее, на поддержке друг друга. И вот этот сплоченный коллектив, они вот это проводят. И этот коллектив, самый хороший знак, это все молодые люди разных национальностей, и они умеют вместе работать. Я думаю, вот это и есть будущее нашего Казахстана, когда мы ни на что не делимся. Наоборот, наша задача объединять, говорят и члены молодежного этноклуба «Берлек», единство. И главная цель – помочь адаптироваться молодым людям, репатриантам. Ежегодно в Казахстане на историческую родину возвращаются сотни человек, чтобы вновь вернуться к своим корням. Некоторые пока приезжают учиться. У Восточно-Казахстанского государственного университета, к примеру, есть свой филиал Монголии. Здесь получают образование студенты первых-вторых курсов, но потом они обязаны продолжать учебу уже в Казахстане. Они приезжают к нам и начинают испытывать определенные трудности, рассказывает Бибидгуль Шушетбай. Вот как раз таким молодым людям мы всячески помогаем освоиться, делится она. Бибидгуль сама когда-то прошла через все сложности адаптации. Ее семья вернулась из Монголии в 90-е годы. И она, как никто другой, понимает ребят, оказавшиеся в новой для себя стране. В этой организации мы помогаем адаптироваться не только репатриантам, но и местным представителям разных национальностей. Мы их регулярно забираем вместе, обсуждаем все проблемы и помогаем в их решении. Многие приезжие из-за рубежа, естественно, не знают местные законы, порядки и социальные проблемы. Мы, в свою очередь, предоставляем им информацию по всем данным вопросам. Помогаем, чем можем. Помогают Бибидгуль ее коллеги, преподаватели университета. Они здесь из-за юристов, из-за психологов, из-за лингвистов. Так как проблемы у их подопечных возникают самые разные. Но первый помощник Бибидгуль – ее родная сестра Майра. К нам приходят студенты, и не только студенты, и молодежь, которые только приехали в Казахстан, пересекли границу. И некоторые проблемы у них в основном бывают в оформлении документов, непонимание и незнание языка. Во время оформления гражданства у них может быть проблемы, во время прописки. Сейчас в данный момент актуальна. И адаптация. Члены этноклуба помогают юношам и девушкам узнать побольше об истории Казахстана. Рассказывают о национальных традициях, о бытиях, знакомят с деятельностью Ассамблей народа республики. Ведь дружба и единство – главное достояние страны, о котором точно должны знать наши гости, говорят здесь. А если выпускники решают остаться в Казахстане, а таких, к слову, большинство, то тогда этноклуб берет на себя консультацию по получению гражданства и помощь при сборе документов. Ирбо Кайрола приехал учиться в Оськимногорск из Китая. Он на третьем курсе на музыкальном факультете, но уже сейчас точно знает, что хочет остаться здесь, на своей исторической родине, и приносить пользу своим искусствам Казахстану. Я приехал на свою родину, получаю здесь образование. Верю, что буду нужен Казахстану, поэтому хочу в будущем остаться здесь, получить гражданство. Все, что мы не можем понять, наши наставники все нам рассказывают, объясняют, ведут нас буквально за руки, с самого начала. Поэтому за три года мы уже хорошо освоились и не хотим уезжать. Ребята от души благодарят этноклуб Берлег, и даже те, кто уезжает, потом обязательно зовет гостей. Вот так улучшается наше международное общение, говорят в объединении. Впрочем, для молодежного крыла Ассамблея деятельность по укреплению международных связей привычная. Армен Карапетян – специалист по работе с молодежью Дома дружбы Центра общественного согласия. Один из организаторов онлайн-конференции и встреч со студентами из приграничного Алтайского края России. Непосредственно с молодежью Алтайского края, с Российской Федерацией, то, что мы ведем очень плотное общение, это для нас очень большой плюс. У нас заключен меморандум с Алтайским государственным университетом. В этом университете есть кафедра «Казахстанский путь» и «Назарбаев». Мы ведем такую активную работу, что наши люди ездят в командировки туда, посещают их мероприятия. Вот недавно была Олимпиада по знанию государственного казахского языка в Барнауле, в России, среди студентов. В ней приняли участие все этнические казахи. Показали хорошие результаты, доволен Армен. Такое наше сотрудничество не дает людям, живущим за пределами страны, забыть наш язык и культуру, верит молодой специалист. Он и сам прекрасно владеет казахским, хотя и армянин по рождению. Впрочем, популяризацией государственного языка активисты молодежного крыла ассамблеи занимаются постоянно. Проводят конкурсы в области, едят в детские дома. С ними связан и большой благотворительный проект «Помощь детям», оставшимся без попечения родителей. Ребята – частые гости в районных детских домах. Мы так вот занимаемся, ездим к ним, проводим праздники, проводим лагеря им. В этом году собираемся проводить лагерь на их территории. Зимой проводили лагерь еще. Делали благотворительную акцию по сбору одежды, по школам. Также свои тоже вещи привозили. Мы любим просто помогать детям, мы любим общаться с молодежью, развивать их, давать что-то новое, что-то доброе. В целом наша задача – привлечь к нам как можно больше молодых людей, говорят активисты молодежного крыла Ассамблеи народа Казахстана в регионе. Мы вместе сила и в состоянии решить многие проблемы. А еще мы умеем отдыхать, устраивать грандиозные праздники, учим других любить свою страну и при этом знать культуру и обычаи разных этносов, делится Равиль и Нусов. Он татарин по крови, живет в Казахстане, руководит хореографическим ассамблем в войнах Чеченского этнокультурного объединения и учит всех желающих танцевать лезгинку, так, чтобы у зрителей от восторга перехватывало дыхание. Причем для того, чтобы привлечь молодежь, он смело экспериментирует со стилями. Таким образом, здесь пропагандируют культурное богатство самых разных этносов, живущих в Казахстане. Мы решили идти в ногу со временем, поэкспериментировать с фольклором и более молодежи показать, как можно совместить старинное искусство, хореографию, вокал с более современными видами искусства, такие как брейк, рок, поп и так далее. Этим самым мы заинтересовали молодежь. Мы свободны творить, радоваться жизни и делать ее лучше. Это наше право, и мы им пользуемся, говорят члены молодежного крыла ассамблеи. В ближайших планах у них организовать еще несколько танцевальных фестивалей, провести лето с ребятами из детских домов, помогать одиноким старикам, ветеранам и просто быть полезным родной стране. Ведь все они настоящие патриоты, и с ними можно быть уверенным в успешном будущем Казахстана. Казахстан